Очень важно спровоцировать ситуацию или использовать реальное интересное событие. Так мы искали ответ на вопрос, что в кормушках у птиц. Сегодня день теории. Педагоги дошкольного образования, а это и непосредственно воспитатели, музыкальные работники, логопеды и инструкторы физкультуры, буквально на словах рассказывают жюри о своих педагогических находках. Тех, что уже с успехом используют на занятиях. Например, кто-то знакомит дошколят с журналистикой. Так дети сами находят ответы на многие почему и заодно учатся общаться. Идет приготовление булочек, запах идет на весь детский сад. Что это? Пекут выпечку. Как этот процесс происходит? Соответственно, мы берем все необходимое. В первую очередь настрой. Вопросы заготовленные, с детьми обсуждаем и отправляемся на кухню. Другие через игры и квесты учат заботиться об окружающей среде. Третий в интерактивной форме рассказывают о культуре края. У нас, к сожалению, дети не знают своих корней, не знают своих композиторов. И я поставила перед собой задачу познакомить их с творчеством наших алтайских композиторов. И в данном случае это Михаил Андреевич Четверяков и Александр Яковлевич Берликов. Но самое сложное, говорят жюри, ждет участников завтра и в среду. Свои педагогические находки воспитатели должны будут показать на практике. Провести мастер-класс с детьми и семинар для родителей. Сегодня, накануне педагогического мероприятия, участник выдергивает тему и возраст ребенка. И фактически на подготовку данного мероприятия у него будет ночь. А завтра он приходит в абсолютно незнакомую группу, к абсолютно незнакомым детям, и должен будет за 20 минут показать нам свою педагогическую находку. За все пройденные испытания участникам начислят баллы, которые в сумме и выявят лучшего воспитателя края. Его имя станет известно 21 апреля. Победитель конкурса получит премию в 200 тысяч рублей, а также представит регион на всероссийском этапе в сентябре, в преддверии дня дошкольного работника. Анна Рашегирова, Андрей Печоркин. День с толком.